Всем привет! Итак, как вы уже знаете, наверное, кто смотрит мои видосы, я готовлюсь сейчас к эндуро-мотопутешествию. Буквально это путешествие намечается уже через три месяца, в августе этого года, а год сегодня 2024. Поэтому я решил сделать небольшую серию роликов про ультралайт-снарягу. Дело в том, что я в свое время когда-то инвестировал время, деньги в очень легкое снаряжение, которое вот сейчас, можно сказать, мне пригодится. То есть я это снаряжение уже использовал в своем первом мотопутешествии, то есть у меня есть опыт, поэтому я сейчас буду рассказывать вам как раз про эти вещи. И начну сегодня я рассказывать вам про это со своей полевой кухни, именно в ультралайт-формате. Давайте я, значит, покажу. Вот это вот все, это моя кухня. Ну, да, в принципе, все это кухня, больше ничего нет. То есть весит она сущие пустяки, сейчас мне за весами идти лень. Ну, поверьте, это все очень легкое, это все титановое. То есть давайте я сейчас начну по порядку вам рассказывать и рассказывать, да, показывать и рассказывать. В общем, начнем вот с этой вот замечательной кружки. Это титановая кружка с Алиэкспресса. Ну, титановая, она очень легкая. Емкость у нее, ну, если так вот по рискам смотреть, 500 миллилитров, ну, полностью она там что-то 750, по-моему, если ее до верха доливать. Титановая очень легкая кружка, то есть на одного человека более чем достаточно. Дальше открываем эту титановую кружку. В ней еще одна кружка, тоже титановая, тоже, по-моему, от того же производителя, с Алиэкспресса. Но поменьше. Эта кружка у нас 420 миллилитров получается. Ну, такая система матрешка. Вот, в принципе, вот эта кружка, она с собой, как бы, даже необязательно. Это так, опционально. Если вы с рюкзаком едете, как я в первый раз ездил, я ее не брал. Если я сейчас поеду с багажной системой, с легкой, то, скорее всего, возьму там эти 150 грамм, или сколько она там весит, ну, непринципиально. Погоды мне особо не сделают. Ну, главное, все это в сумме занимает очень малый объем. Дальше, что у меня в этой кружке лежит? В этой кружке у меня есть такая вот ложка-вилка, сокращенно ловилка. Очень удобная вещь, кушать в дороге классно. Складывается, места не занимает, тоже титановая, весит практически ничего, практически воздух. Далее. Далее у меня есть такая вот спиртовая горелочка. Тоже с Алиэкспресса, весит ничего, занимает очень мало места. Вот в таком замечательном чехольчике идет. К ней я вот тут соорудил в дороге из банки консервной просто крышечку, чтобы можно было ее потом тушить, если там... Ну, иначе придется ждать, пока весь спирт оттуда выгорит. Так вот. Вначале я вам показал еще вот такую штуку. Что это такое? Это тоже титановая щепочница она называется. Я уже когда-то снимал про нее видос, но на тот момент, когда я снимал видос, у меня еще с ней не было опыта. И там видос он где-то давным-давным-давно, там в старых просмотров практически нет. Поэтому можно сказать, что я про нее ничего не снимал. Поэтому повтора, можно сказать, не будет. Может быть, кто из старых моих зрителей это и помнит. Ну, да ладно. Все равно. Есть смысл рассказать еще раз. Идет она в таком вот замечательном чехольчике небольшом. Тоже вещь титановая. Тоже очень легкая. Прочная. В общем, собирается она вот таким образом. Кстати, у китайцев есть на Алиэкспрессе абсолютно аналог этой щепочницы. Только не из титана. Соответственно, потяжелее. Ну, по крайней мере, форм-фактор все то же самое. Можно даже и в принципе. Я когда покупал, я загонялся прям именно. Я прям граммы считал, чтобы вот максимально-максимально. То есть, бескомпромиссно подходил к этому вопросу. То есть, получается, вот собрали мы такую щепочницу. Здесь у нас дверка. В эту щепочницу, то есть, у этого же производителя идет от этой же конторы тоже своя спиртовая горелка. Ну, я вот взял на Алике. То есть, она сюда очень легко помещается. Зажигается. И, в принципе, вы на эту щепочницу можете ставить вот эту же самую кружку. И, в принципе, готовить на ней кипяток. Также, если погода позволяет, если погода позволяет, скажем, сухо-тепло, и вы едете где-то в Швеции. В Норвегии не прокатит. Там с дровами туго. А в Швеции щепок, там кора. В общем, там этого топлива под ногами прям завались. Я, когда по Швеции ехал, я спиртовухой почти не пользовался. То есть, практически не пользовался. Потому что щепок вот для этой штуки хватало. И фишка в чем, вот, когда вы готовите именно с дровами. Покидайте туда всякую хрень, да, там, ну, не разбирайте, что кладете веточки, шишки. И, в общем, когда вы готовите вот в этой кружке, и кружка, она закапчивается, она покрывается такой патиной. И вот эти смолы, которые выделяются от продуктов горения, они очень плотно потом оседают на этой кружке. Я, как бы, не заворачивался, ну, она была почти вся закопченная, знаете. Я этим не заворачивался, когда вода, допустим, вскипела. Я брал вот этот же самый чехольчик, помещал вместе, ну, грязную кружку, условно, в этот чехольчик. Ее можно было удобно брать, чтобы не обжигать руки. И, допустим, в ней заварить какой-нибудь бич-пакет, чтобы полакомиться перед сном. Или, там, чаю сделать. И вот этот запах, когда ты, вот, допустим, пьешь чай из этой кружки, вот этот запах вот этих смол, трав, он, как бы, присутствует. То есть, и напиток становится настолько, блядь, вкусным, что, вот, прям, классно. И даже потом, когда я привез эту кружку домой, я ее не стал мыть, как бы, думаю, патина, пусть чай будет, мне не жалко. Так вот, каждый раз, когда я там что-то перебирал, доставал вот эту кружку, и вот этот запах, запах этой травы, он, как бы, бил в нос. И накатывались такие приятные ностальгические воспоминания, что тоже очень классно. Поэтому, в следующем путешествии, вот, когда сейчас поеду, я, наверное, опять же возьму эту систему. Хотя, у меня есть Jetboil. Удобно, быстро, компактно. Ну, не знаю, скорее всего, возьму вот эту систему. Потому что это атмосферно. И говорю, топливо лежит под ногами. Я, допустим, помню, как-то я проснулся, сделал себе водички. Это для чая, пока там чаек заварился. Я еще прям из озера черпнул воды на остатках этого тепла, там, что еще пару щепочек кинул. Она чисто нагрелась. Сколько тут? Ну, 700 миллилитров. Даже, ну, мне вот этой кружки хватило голову помыть. Прическа у меня была относительно короткая, что, в принципе, мне хватило. То есть, я в теплой воде спокойно помыл голову. То есть, умыл лицо. Так что, можно даже для этого тоже использовать. Для помыться, так, если слегка такой легкий душик. В общем, такая вот система. Ничего лишнего. В сложенном состоянии, сами видели, место ни хрена не занимает. Поэтому, ну, то есть, размер вот этой кружки, условно говоря, влезет хоть куда. То есть, хоть в рюкзак, хоть где. То есть, просто люди берут с собой в путешествия. Там большие какие-то джетбойлы, кастрюли, сковородки. Ну, это когда едут на больших туриндурах. Но это сейчас не мой путь. Поэтому я возвращаюсь опять к теме мото-легкоходства. Благо, мне сейчас в это вкладываться особо не надо. Ибо все есть. И в следующий раз я вам расскажу, опять же, наверное, про свою палатку. Покажу, продемонстрирую ее размеры. Ну, в общем, есть у меня про что рассказать еще. Про спальную систему. Ну, в общем, если интересно, подписывайтесь на канал. Там, жмакайте в колокольчик, чтобы не пропускать видосы. Поэтому все, да. Все, что я хотел сказать на эту тему, я сейчас сказал. Если, конечно, может, я что-то упустил. Но вы всегда можете написать в комментариях, спросить. То, пожалуйста, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Еще такой нюанс, ребят. Ссылок я никаких кидать не буду. Это все гуглится. Как бы, можете сами все найти на просторах интернета. Вот такие вот делишки. Ладно, а я пошел покушаю. У меня там как раз бичпакет заварился. Буду кушать. Ладно, все. Всем счастливо. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok